Девушки отдыхают У подозреваемых нашли больше 20 килограммов мифедрона Покажем, как житель Челябинска похитил из супермаркета в Казани целую корзину продуктов Спасение рыбака из полыньи и тонны поддельного алкоголя в челнах А также пьяного водителя, который протаранил стоящие на светофоре автомобили Не выпивали, да? Это и не только Нижнекамские вычислили интернет-магазин по продаже наркотиков Организовали его производители синтетического зелья Гораздо чаще задерживают простых закладчиков, кто прячет разовые дозы в тайнике Вычислить организаторов интернет-магазинов и производителей наркотиков куда сложнее Закладчики их просто не знают Все контакты только через мессенджеры Тагир Валиди поразился объемом производства запрещенных веществ Поясительная бирка, ключ упакован Сейчас у нас бирка вскрывается и будем заходить в гараж В этом гараже в Нижнекамске, по полученной оперативниками информации, и располагалась нарколаборатория Сердце всего этого бизнеса Здесь были произведены наркотики, которые раскладывали по тайникам двое нижнекамцев Которых задержали с поличным Они тогда сознались, что работали на интернет-магазин В принадлежащей одному из них машине изъято свыше 190 граммов синтетического наркотика В ходе обыска в его квартире изъято 1,66 грамма марихуана У второго подозреваемого обнаружено 0,53 грамма так называемой соли Вскоре стражи порядка в машине, остановленной на стационарном посту, нашли больше 200 граммов мифедрона 29-летний водитель сознался Он организатор интернет-магазина и имеет непосредственное отношение к производству наркотиков В дальнейшем возле одного из домов Нижнекамска сотрудники полиции задержали двоих братьев В жилище которых изъято около 5 килограммов наркотических средств синтетического и растительного происхождения Задержали полицейские и еще одного оптового закладчика Он сознался, что забирал из тайников крупные партии, фасовал на мелкие и также прятал При обыске у него дома обнаружили 60 полимерных пакетиков с разнообразными наркотиками По сколько они расфасованы? По грамму? Вычислили и 22-летнюю девушку, которая трудилась оператором интернет-магазина Проверяла, поступили ли деньги и сообщала покупателям координаты тайников Всего полицейские задержали 7 человек, в том числе и организаторы этого бизнеса Всего во время обысков изъято свыше 20 килограммов наркотических средств растительного и синтетического происхождения Лабораторное оборудование и прекурсоры В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье Незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере Статья предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы Тагир Валиди, Вызов 112 В одном из магазинов на улице Декабристов задержали молодого человека Который решил не оплачивать часть товара на кассе самообслуживания Продавцы поймали его при выходе Он признался, студент одного из вузов приехал в Казань из Орска Это в тысячи километров от столицы Татарстана На кражу пошел совсем не от того, что нет денег Никакой ответственности за попытку кражи молодой человек, скорее всего, не понесет Неоплаченный товар он вернул Но теперь в магазинах наблюдать за ним будут очень внимательно К слову, в данном конкретном супермаркете он второй задержанный за день любитель острых ощущений До него точно так же покупатель оплатил только часть товара и также был задержан при выходе А из другого супермаркета мужчина ушел с корзины полный продуктов Камеры наблюдения зафиксировали, как он ходил по торговому залу Убрал все, что нравилось, а затем, пройдя мимо кассы, вышел Сотрудники магазина тут же бросились вдогонку, но задержать мужчину не смогли И позвонили в полицию, сообщив им приметы посетителя Сумму ущерба они оценили в 5000 рублей По горячим следам задержали 43-летнего жителей города Челябинск И доставили в территориальный отдел полиции В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела Тысячи литров алкогольных напитков с признаками подделки Обнаружили полицейские в набережных Челнах Спиртное было разлито в бутылки с этикетками известных производителей Но только вот акцизных марок на них не было А где и были, то тоже имели явные признаки подделки Куда переводится? Товарища? Товарища? Документы есть? У меня нет, я его не знаю Водитель 27-летний, житель Тукаевского района Так и не смог сказать, что за напитки он везет Его остановили для обычной проверки Всего в машине было 15 коробок, в них 198 бутылок Ни на одной не было акцизных марок Как, впрочем, и каких-либо документов на продукцию Зато мужчина смог показать, откуда он их взял Таким образом и вышли на склад На арендованной базе, расположенной в набережных Челнах Обнаружено и изъято порядка 14 тысяч бутылок Алкогольной продукции различного наименования С признаками контрафактного производства Так, без акцизной марки, да? То же самое, видишь? Чего ты промолчал-то сразу? Видишь, у вас бутылки, что ли вы здесь? Чего бутылки? Где и были акцизные марки, то они тоже вызывали у оперативников сомнения в подлинности Видишь, синяя какая-то Поддельная акциза марки Вот здесь, кажется Точно такие же бутылки уже были загружены в грузовик А готовые к отправке стояли в контейнере Всего полицейские на этой базе обнаружили 7 112 литров алкогольной продукции Ее изъяли и направили на экспертизу Специалисты должны дать ответ Опасно ли пить эти напитки Или по качеству они соответствуют нормам Но изготовлены без уплаты акцизов и налогов И исходя из результатов Исследование будет приниматься процессуальное решение Вероника Гайнудинова Вызов 112 Тело мужчины достали спасатели со дна Волги в Камско-Устинском районе рядом с селом Сюкеевский взвоз Сообщение, что под лед провалился человек, поступило сегодня днем от очевидцев Сотрудники ГИМС нашли тело на поверхности воды в 700 метрах от берега Погибшему было 38 лет, он житель Чувашии А на Каме в Лаишевском районе на самодельном мотовездеходе в Полынье застрял 53-летний рыбак Сотрудники МЧС вытащили его из ловушки Теперь мужчине грозит штраф до 1500 рублей за выход на лед толщиной меньше 7 сантиметров Всего с начала ледостава на воде погибли 3 человека 8 человек удалось спасти В крупных реках республики лед еще не сформировался Наблюдаются многочисленные трещины, промоины и полыньи Поэтому рыбакам при движении по льду, особенно с применением мототехники Необходимо соблюдать предельную осторожность Напомним, что выезд автомобильного транспорта на лед в Татарстане запрещен Сильно нетрезвый водитель Лады Приора на проспекте Ибрагимова врезался в стоящие на светофоре автомобили Основной удар пришелся в Hyundai Solaris, который отбросил на впереди стоящий Ford Transit После аварии водитель отечественного автомобиля стал утверждать, что он в столкновении не виноват И что водитель Hyundai резко перестроился в тот разрыв, который он держал перед Ford С работы он ехал с другом То, что пассажир выпил немножко, водитель не скрывал Товарищу можно, он не за рулем А то, что сам составил ему компанию, отрицал наотрез Говорит, даже немножко не пил Не выпивали, да? Он врезался в Hyundai Solaris, который от удара отбросил вперед на Ford Transit Его водитель говорит, что мужчина, сидевший за рулем Лады, был немножко трезвее пассажира Рядом сосед там вообще пьяный, а водитель, ну, пьяный просто, не в хлам уже Остановился на красный свет светофора, почувствовал удар Водитель Лады все видел по-другому Рассказывает, горел зеленый, но ехал все равно аккуратно, держал дистанцию до Ford Дистанцию я держу, он в эту дистанцию, ехал в этот момент Я резко, получилось, нажал на тормоза и не получилось, просто не достать его Очевидцы говорят, водитель Лады перед столкновением не тормозил То, что остановиться в этот вечер он не мог, показал и алкотестер В литре выдыхаемого им воздуха прибор обнаружил 69 сотых миллиграмма чистого алкоголя То есть выпил он даже не немножко, а автоинспекторы установили, что в дистанцию, которую он держал перед Ford'ом, на самом деле никто не перестраивался 59-летний водитель автомобиля Лады Приора в состоянии алкогольного опьянения при движении по проспекту Ибрагимова напротив дома 45 По предварительным данным не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris Под управлением 41-летнего водителя, который остановился впереди на запрещающий сигнал светофора От удара автомобиль Hyundai Solaris совершил столкновение с автомобилем Ford, который также стоял впереди Теперь мужчину суд, вероятно, лишит водительских прав и оштрафует на 30 тысяч рублей И оплачивать ремонт поврежденных им иномарок водителю Лады, скорее всего, также придется за свой счет Алияха Ирудинова, Наиль Абдулин, Вызов 112 Штраф за опасное вождение предстоит заплатить 23-летнему водителю BMW, который развлекался за рулем в центре Казани под стенами Кремля Доказательства нарушения автоинспекторы обнаружили в социальных сетях Двое товарищей снимали свои развлечения на видео и выложили на всеобщее обозрение Их установили и объяснили, как ездить по дорогам общего пользования И выписали штрафы Вину в нарушении правил водителя признали Это все, о чем мы успели вам рассказать В студии была Эльвира Фазлиева До встречи и не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин